Вы знаете, знакомство наше было таким чудным, зановатым. Мне прислали письмо из издательства, и там объяснили, что есть такое издательство, которое вот так вот занимается выпуском таких вот особенных каких-то нестандартных книг, некоммерческих, а каких-то вот таких, которые могут повлиять на духовное развитие молодёжи. И это было очень приятно. Но ответила я сразу отказом, потому что я знала, что все права находятся в другом издательстве. Издательство держит права на тотальное, как бы на общее исполнение текста Славянова. И срок этих прав ещё у них не истёк. И поэтому я как бы так, совершенно отстранённо посмотрела это сообщение, ответила этим отказом, и всё. Если бы не настойчивость издателя, то всего проекта могло бы и не быть, потому что они мне не поверили, и они сами проверили ответ. И оказалось, что не только можно, а и нужно создавать в Украине, потому что это только на Россию, а в Украине как раз можно. В общем, короче говоря, мы стали сотрудничать. Вот так произошло наше знакомство. И оно поверили развитие, оно как бы привело к тому, что я поняла, что издательство ваше особенное. Потому что это не просто офис, где работают какие-то легендные люди, а это некое содружество единомышленников. Потому что они с такой горячностью отнеслись к проекту. Они с таким жаром и с такой любовью говорили о книге, что это меня очень удивило. А потом я ещё увидела иллюстрации. Иллюстрации меня просто осуществили совершенно, потому что я не надеялась даже на то, что кто-то настолько поймёт природу славянной души, что ли, или вообще его энергетику. Как Надя Мицкевич, иллюстратор, я хочу назвать это имя, потому что иллюстрации замечательные. Просто слово не выражает моего восторга по поводу иллюстрации, потому что они славяны совершенно. Они, знаете, детские и счастливые. А слава только из-за того, что жизнь ему не давала выбора, он существовал как взрослый человек. А на самом деле он совершенно взрослым человеком не был, совершенно нехотя выполнял всё, что полагается взрослым человеком. Выполнял как бы, но его бы воля была, он бы не занимался ни работой, ни заработком, ни какими такими делами. Сидел бы у моря и медитировал. Короче говоря, вот эта деткость славина и это ощущение счастья, которое от этих рисунков идёт, сильнейшее. Они такие радостные, они такие весёлые, они такие удивительные, они такие чистые и изящные при этом. В общем, короче говоря, прямо все составляющие славиного характера я их там увидела и просто, знаете, балдела. Я хочу сказать, что когда я собирала книгу славину, там в дневниковых записях была такая славина записана такая мысль, я её по памяти сейчас говорю, что в наше время трудно высказывать своё мнение, потому что мнение всегда уязвимо. И на него тоже нападают. Почему-то первым делом на него нападают. И первым делом его опровергают и топчут ногами. И слава пишет дальше. Пишу, как хочу, для себя. По крайней мере, 10 человек это всегда прочтут. И вот у меня по истечению времени сложилось впечатление, что вот 10 из этих настоящих читателей, вот таких вот главных читателей, это и есть ваша редакция. То есть, ну, как бы, наверное, есть ещё люди, но вот ваша редакция из этих людей, из славяных союзников. Вот. И я хочу сказать, что я считаю, что это большая удача для славянного текста, для славянной книги, что она попала в такие руки, что её так прочли, что её так поняли, и что из таких рук она выйдет и дойдёт до читателя. Дело в том, что когда слава умер, я попробовала разобраться в черновиках, которые остались. Это была стопка черновиков, там были какие-то вещи прописаны уже начисто, набело, а какие-то были такие тупиковые совершенно наброски, никуда не ведущие какие-то странички, там и страниц не хватало. В общем, совершенно непонятно было, что с этим хаосом делать. Но так, что надо было как-то продолжать жить, я решила попробовать так потянуть за ниточку и попробовать хоть понять, что это такое, что это за наброски, и к чему они там, может быть, они во что-то сложатся. И получилось так, что я два года вчитывалась в эти тексты, просто ничего не делала, просто читала, высматривалась, и вообще там просто прочитывала, проверяла, что написано было славиной рукой. И просто так вот думала, к чему это было, и что у него было при этом, о чем он думал, когда он это писал, и как бы он хотел это продать, если бы было продолжать. В общем, два года мой компьютер занимался обработкой информации. Мой компьютер, мозги мои, душа моя, занимались обработкой этой информации, а потом так получилось, что высветилась структура. Вдруг мне показалось, что я более-менее вижу костяк вот этого, и можно из какого-то костяка вот этого всего, типа хаотичного такого текста. И потом оказалось, что какие-то куски хотят слиться с другими, написанными в другое время, в другом почерком, в другие, через несколько лет. Какие-то абзацы оказываются родными каким-то другим абзацам, которые написаны были до этого. Короче говоря, я, кстати, в жизни, и это очень радовало. Когда я стала так, знаете, как бы я на некоторое время превратилась в славянного такого медиума. То есть я, всматриваясь в текст, и вот, услуги, как бы славяну волю, исследуя ей, так очень робко, и с волнением, и с большим вниманием, я продвигалась, пытаясь, вот, как бы в этом направлении, как-то склеить, вот, из этих, из этой мозаики, склеить нечто целое. И по ходу дела, во-первых, оказалось, что есть и начало, что есть и финал. Вот. А самое главное, что в конце оказалось, что общий корпус текста сходен с тем наброском плана, который я нашла в славяных бумагах. И это меня, это для меня был подарок и главный приз, потому что это было, как будто мы с разных сторон рыли тоннель, не видя друг друга, на ощупь, и вслепую, и без всякой надежды на успех. И в конце концов мы с ним встретились. Вот для меня это такое ощущение было очень важное и радостное, меня вообще акрилевшее буквально. Вот. Вот так вот книга создавалась, и потом уже, потом уже я так смотрю по реакциям, что как бы ее воспринимают как единое целое, хотя я знаю, где же вы, хотя я знаю, где, как это лоскутное одеяло, как оно, из каких оно кусочков, лоскутков создавалось. Но то, что люди не посвященные в эти подробности видят в этом целое, вот для меня тоже большая радость. Вы знаете, ну, во-первых, есть какие-то практические вещи, которые, о которых я знаю по отзывам читателей. Там, скажем, есть масса информации о йоге, потому что Слава занимался йогой много лет, очень интенсивно. И эта глава о йоге, она просто идет как учебное пособие на курсах по йоге. Вообще в Европе буквально там написали, что ее перевели на немецкий, и она просто идет как учебное пособие одной из лучших в школах йоги. Знаете, для меня бесценная совершенно информация о другом мире, в котором Слава оказался. Вот Слава знал, что смерти нет. Потому что он был в другом мире, и его послали назад доживать и доделывать как бы свое дело. Вот. И он знал, он там был, и он об этом написал. И для меня это просто, знаете, вау, для меня это просто такая невероятная информация из первых рук. Вот оттуда никто не возвращался, ослабнулся, и написал, и был там, и своими глазами все видел. Немного написал, но это достоверно очень. Вот для меня это очень важно. Но это все не главное, а главное вот что. Главное, что в этой книге полны, полны счастья. Она очень радостная, она очень, она изучает счастье, эта книга. А счастье вещь нужная и вещь дефицитная. И поэтому я хочу сказать, опять же, еще при издании ее, вот этими людьми, этими подвижниками, союзниками, славными, такими духовными, в них столько, они сами еще вложили дополнительно столько любви, столько души и столько старания, что это не может не работать. И человек, который прочитает, он, по-моему, вот будет духовно и духовно сильнее и, безусловно, сильнее.